Данил Николаев Данил Николаев Ты понимаешь, когда футбол стал для тебя не увлечением, а профессиональным занятием, переход от тренировок и именно заработком? Да, я помню это, например, где-то, сейчас скажу, лет в 14 я подписал первый свой профессиональный контракт в отзывка «Москва» со школы. Потом там чуть не заладилось в Москве, вот приехал как бы сюда и тут уже мой второй профессиональный контракт. Есть ли у тебя какие-то планы на будущее, на дальнейшее? Как ты видишь себя через 5 лет? Конечно, я хочу где-то заиграть в хорошей команде, там где-то за рубежом, но в России тоже у себя на родине хочу. Как бы сколько здесь планирую, не знаю, как получится, но, конечно, хотелось бы, если получится, уехать. Ну, как получше, так сразу. Поближе к родным, да? Ну, да. Чем ты занимаешься вне футбола? Ну, помимо клубов, магазинов? Чем занимаешься? Ну, с друзьями, ходим, гуляем обычно в кино. У тебя есть друзья тут такого? Ну, вот, по команде есть друзья, конечно. Так особо... У тебя много свободного? Вот, например, берем, возьмем неделю, да? В 7 дней. Вот за эти 7 дней в какие... Нет, на свободе. Это не для меня. Не подумай. Ну, обычно у нас один выходной в неделю. А так... А необычно. Каждый день... Ну, 6. Каждый день тренировка. Шестая игра и один выходной после игры. Карлоки любишь петь? Нет, не люблю. А в боулинг поиграть? В боулинг люблю, да. Ты за какую команду болеешь в чемпионате мира? За испанцев я болею с самого начала. А я болею за Германию. Давай мы поспорим с тобой. И если я выиграю, то я тебя приглашаю в боулинг. А если ты выиграешь, то ты меня приглашаешь в боулинг. Хорошо, давай. Давай. Будем смотреть с тобой когда? После завтра, понял. После завтра. Хорошо. А теперь идем играть в боулинг. Идем. Данил продолжил нашу беседу. Делаем небольшой перерыв между игрой в бильярд и игрой в боулинг. Кстати, ты хорошо играешь в бильярд. Давайте. Какие еще виды спорта ты любишь? Люблю в теннис поймать. Вот в боулинг. В боулинг-тон, нет? Нет. В шахте. А в картере вы еще знаете? В картере? В картере. Я тоже люблю. А вот если бы не футбол, чем это занято? Если бы не футбол, то, наверное, я вообще пошел по спорту. Только меня как больше всего привлекает на пол. Особо мне ведь спорта никакой больше не привлекает, как футбол. А в школе какие предметы тебе давались лучше всего? В школе мне давались никакие предметы. Мне не давались. Конечно, скульптура. Ну, только скульптуру. Ты был любимчиком из рука? Конечно. А у девочек в классе пользовался успехом? Ну, наверное, да. Скажи нам, какие качества должны быть у девушки, ну, может быть, даже у твоей жены? У девушки, которая рядом, с которой ты можешь создать всю свою жизнь? Ну, помимо, конечно, красоты. Умная? А по-яде? Умная. Умнее, чем ты? Долго. Нет, не умнее, чем ты будешь. Все было доброе, первое. Все было доброе. Не обмануло. Вкусно готовил. Любишь поесть? Да. Я все вкусно поесть. Как тебе, кстати, молдавская еда? Полюбил там, что, ну, там, мамалыга, ну, знали. Нет, мне не нравится. У грузинов, ну, любимая там у нас не понравилась замок. Вот замок, ну, как, не нравится. Мы малыга не нравятся. Не нравится, да? Что еще есть там? Брынза? Брынза на имбирь, брынза. Вот вы живете с ребятами в квартире, а кто вам готовит? Ну, нам выделяют определенный количественный денег, чтобы мы ходили кушать. Ага. Байк. Ну, так вернемся к качеству твоей девушки. Чем она должна заниматься? Ну, должна быть спортивная, вот это тоже, да, что-то стильная, модная, доброжелательная, веселая, чувство юмора. Вернемся к теме моды. У меня рубрика не о футболе, а у меня рубрика «Модный футбол». Скажи, в какой одежде девушка выглядит наиболее сексуальной? Более сексуальной? Ну, может, в любой одежде девушка выглядит сексуальной. В пожарном костюме, пожарника? Даже в пожарном костюме. Ну, есть какие-то предпочтения? Нет. Хорошо. Настало время очень интересной рубрики. Отвечая быстро, даже не думая, вот так на лету, что перебрадет в голову? Сколько ветер надул перемен? Семь. Что связывает человека и собаку? Дружно. Почему у викингов на шлеме были рога? Я сейчас хочу. Потому что их жены бросил. Почему девушки опускают глаза, когда мужчины признаются им любви? Стесняются. Что лучше, каждый день бриться или один раз родить? Один раз по-бриться. Почему австралийские собаки самые быстрые на свете? Потому что не австралийские собаки. Почему петух поет всю жизнь? Я так не знаю. Что было бы, если бы не было женщин? Было бы плохо. Кого считают овцы, когда не могут уснуть? Баранов. Тебе не хочется дать мне в голову за такие вопросы? Нет. Почему девушки, когда красят ресницы, открывают рот? Не замечал, не знаю. Какого цвета хамелеон, когда смотрят в зеркало? Красный. Спасибо. Данил. Я знаю, что ты редко видишься с родителями, так как они живут в Москве. Сейчас у тебя появилась уникальная возможность сказать им пару слов в камеру, передать привет, они тебя увидят и услышат. Да. Мама, папа, я передаю вам привет. Лиза, тоже тебе передаю привет. По вам скучаю. Всех люблю. Не скучайте. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да что такое, я не могу работать. Готовлю почву. Хочешь в Москву? Грузинов не вышло. Ливана жила. Ливане. Как отреагируют твои родители? Прекрати, да, они самые сложные. Нет, я просто решила, я теперь меня остановлюсь. Саба, 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 саба. Саба. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Редактор субтитров А.Семкин